Ну привет! Хочу продолжить нашу дискуссию, начатую в предыдущем видео, и популярно объяснить тем, кто все-таки не понял, в чем мой месседж и в чем мой посыл, когда я говорил о том, что мужеложцы в Старстве Божьего не наследуют. То есть сегодня западный мир, включая Ватикан, включая Святую Римскую, в кавычках, церковь или инквизицию, если можно так сказать, они реально пытаются оправдать свои низменные наклонности, ну в том числе педофилию, мужеложство, скотоложство, наверное, и многие другие. Как говорил известный персонаж Витцина, излишества нехорошие. Да, да, Европка она такая, ведь там же не только, как многие думают, на каждом балконе там сказки, вернее, на каждом балконе там бананы растут и в каждой квартире там сказки живут. Кто побыл, уже пожил в Европке, особенно беженцами сейчас с Украины, понимают меня очень прекрасно, о чем я, так сказать, толкую, о чем я говорю. Многие имбецилы меня ругали, меня, так скажем, позорили, сливали, оскорбляли. Почему я, собственно, так ненавижу или не люблю гееропу и гееропейские ценности. Сейчас я вам объясню. Во-первых, я не ненавижу, во-первых, я не ненавижу, а я скорее изучаю. А согласитесь, изучать, если вы, скажем, гинеколог, да, и вы изучаете, так сказать, вагину, и вы изучаете большие половые губы, малые половые губы, клитор. Например, ненавидеть это и изучать, ну, это странно, как минимум, неправда ли. Вот. Поэтому я просто изучаю, изучал его, я изучаю Восток, изучаю Запад, я изучаю мир, я познаю мир. Что в этом может быть плохого? Я не знаю, я не знаю никого, кто бы, допустим, не знаю, там, вирусологи, вирусологи, макро- или микробиологи, люди, которые специализируются на квантовой физике или на астрофизике, или там на макромикробиологии, или работают там с молекулой ДНК, или еще с какими-то очень важными, скажем так, науками, связанными, или искусствами, да, и при этом ненавидели. Нет, я просто изучаю и просто хочу поделиться своими знаниями. С вами, дорогие мои зрители, с вами, дорогие мои друзья. Итак, сейчас мы потихонечку разберем. Я остановился на том, что Европа, собственно, украла, украла много чего. Своей культуры в Европе достаточно мало. Что было в Европе до христианизации, до прихода, собственно говоря, апостола Павла, Савла, да, и до прихода отрекшегося от учителя, раввина, апостола Петра, трижды отрекшегося. Что было там? Конечно, ничего не было. Тупое язычество, повенцы. Они приносили в жертву людей, молоденьких девушек, девочек, девственниц, каким-то там валом, да, каким-то там своим кумиром, каким-то своим там башкам, там, и так далее и тому подобное. Европа вся в этом, она до сих пор в этом варится и кишит этим всем. Они только визуально, только лишь номинально, только лишь на бумажке, да, только лишь вот завизировали то, что они как бы официальные христиане. По факту они такими европейцами никогда не были и не являются. Как, собственно, и Русь, и Россия, и Русины очень долгое время вообще не могли принять христианство как факт, и долгое время оставались, наверное, многие из вас остаются язычниками. Давайте не будем этого скрывать факта. Да, христианство это отнюдь не исконно русская религия, как и не исконно европейская. Если кто-то топит там за корни, за прошлое, за вот свои настоящие, так сказать, вот прошлое, так откройте, блядь, учебник, откройте, блядь, ёбаный учебник за пятый или четвертый класс, я не помню. Дриньтесь назад в школу, уходите опять учиться, если у вас какие-то проблемы с образованием, вернитесь, не позорьтесь. Там будет черным по белому написано, в каком веке христианство пришло на Русь. Там будет черным по белому написано, в каком веке христианство пришло в Европу, в Рим. Там будет черным по белому написано, как Рим, они встретили этих первых миссионеров, адептов новой религии. Что они с ними делали, как они гостеприимно «почивали» и встречали. Как они калисовали их, как они давали на растерзание тиграм, львам в Колизее и на каких-то других дисталищах. В очень подробных дисталях вам это все будет конкретно описано. Но это не все. Смотрите, с религией понятно мы разобрались. Дальше. Религия пришла с востока на запад. Религия, основной апологет, краеугольный камень, который стал тем камнем преткновения, сегодня разобщает народы. Во имя святой воли Божьей, во имя веры в Бога, брат убивает брата. Убивал брата в Средневековье. Вы вспомните, сколько этих паладинов, отправлявшихся на поклонение гроба Господня в святой город Иерусалим. Поклониться святым мощам, поклониться святому городу Иерусалиму на своем пути. Скольких они убили, ограбили, изнасиловали. Там, наверное, ни одна статистика просто сейчас не сможет эти цифры обнародовать и показать с точностью до... Ну, ну, хотя бы до десятков, до сотен. Потому что это все были совершенно... Ну, не важно, какая разница. Паладина же привозили в Европу золото, паладина же привозили награбленные богатства, драгоценности и так далее. Для них всегда был Ближний Восток враждебным, для них всегда был Ближний Восток чем-то таким неприятным. Им не нравились одежды, им не нравились люди, которые ведут себя как-то не так, им не нравилось, все им не нравилось. Тем не менее, они с успехом, европейцы, грабили Ближний Восток. Я напомню также, что, сейчас мы к этому еще обратимся, архитектура, венецианская архитектура, известная венецианская архитектура, это опять же такие византийская архитектура. Это Византия, это Константинополь, это масса других стран, которые принимали участие в постройке той же самой Венеции. Более того, я вам сейчас скажу одну вещь, которую вы, наверное, не знали, но те лошади, та группа, композиция из лошадей, которая украшает собор Святого Марка на пьяце Сан-Марко, на площади Сан-Марко, собственно говоря, в Венеции в центре, да, пьяце Сан-Марко, там наверху стоят лошади, которые были украдены, украдены из Константинополя, вывезены, да. А теперь это предмет воровства, то есть самое главное, да, вещественное доказательство, вещдоки стоят и украшают на самом видном месте, в центре, в Венеции, на площади Сан-Марко, пойдите, посмотрите, любую фотку посмотрите, загуглите, посмотрите, если у вас есть возможность поехать, это воровство, это воровство, это красноречиво показывает, демонстрирует, кто такие венецианцы, кто такие европейцы, да. Ну, не беспокойтесь, когда мы, все-таки Россия, русские люди освободят Венецию от Иго Италии, потому что несколько лет назад Венеция и, собственно, Венеция, Триули, Венеция, Джулия, два региона и плюс Ломбардея, Милан и еще там, где Сан-Ремо, регион, они проголосовали по результатам референдума, 96% проголосовало за выход из состава Италии. За выход из состава Италии, на секундочку проголосовали, Италия не согласна с этим, они не отпустили Венецию, собственно говоря, регион Венето и регион Фреули, Венеция, Джулия, там где Триеста находится, если вы знаете, если нет, пойти, посмотрите. И, собственно говоря, Ломбардию, Милан, да, и со своими регионами, со своими областями, и, собственно говоря, вот, регион еще северный, там где находится Сан-Ремо, знаете, фестиваль Сан-Ремо, вот, четыре региона, да, которые проголосовали за выход из состава Италии. Где же демократия, ребятки, где же ваша европейская итальянская демократия, а ее, блядь, нахуй нет, ха-ха, ясно, все, понятно, съели, схавали, вот и живите, блядь, с этим, живите с этим, значит так, дальше, дальше, с архитектурой мы разобрались, архитектура тоже пришла в Европу из Ближнего Востока, византийский стиль, все такое, Венеция, как минимум, и так далее, и тому подобное. Далее, музыка, музыка, это лютня, которая трансформировалась с уда, вот, гитара, которую вы видите, да, современные гитары, электрогитары, которые здесь у меня представлены, это мои гитары, до того, кстати, уда гитары, она прошла очень сложный, сложный и термистый путь, потому что изначально был уда и сас, это, гуглите, опять-таки, пожалуйста, это Ближневосточные инструменты, развитые, распространены в арабских странах, и они были привезены теми же палагинами, которые оккупировали и насиловали, грабили, убивали и привозили себе наложниц при живых тажонах, христиане, христиане, христианские эти ценности, европейские ценности, да, привозили к себе, значит, домой наложниц, любовниц, и вот эти, значит, инструменты музыкальные по названию уд, или сас, разные, да, они-то и были предшественники, собственно говоря, лютни, лютня, лют и уд, лют, уд, лют, уд, написание очень близкое, очень похожее, и звучание очень близкое, поэтому ее назвали лютней, потому что она похожа на уд, лют, уд, лют, уд, уд, это еще есть, как вы знаете, сравной уд, ну, вы поняли, о чем я говорю, в общем-то, и там есть какие-то, видимо, этимологические и смысловые, может быть, еще, значит, нагрузки, да, вот, морфологические, семантические, да, вы сами уже простройте какой-то семантический ряд, как хотите, да, семантика, такая вещь, о-о-о, морфология, это о-о-о, и дети, а-а-а, ну, короче, дело в том, что далее, вот, эта лютня, она перетрансформировалась в гитару, в гитару, да, сначала на территории, там, Испании, поэтому очень распространялась там фламенко, музыка фламенко, басанова, румба, ча-ча-ча-ча, все эти дела, и потом уже, значит, гитара распространилась по всему, по всей Европе, и в конечном итоге она перекочевала в Америку, в Америке там она уже более-менее трансформировалась в ритро-гитару, ну, знаете, такие полуапустические гитары, были, да, на которых я играл, Макфлай в фирме Back to the Future, назад в будущее, там, да, и там, Чак Берри, Киби Кинг, в плане такого, и вот сейчас вот такого плана, гитара очень красивым шейфом, да, ну, или такую, траллинг гитар, не гитар, мальчик гитар, которую я иногда использую тоже у себя на записи, или в видео, вы видели, но смысл не в этом, смысл в том, что все это, все это, все, что вы видите, это опять трансформация, это пришедшее с Ближнего Востока, с музыкой понятно, с архитектурой понятно, с религией понятно, далее, берем Письменность, письменность, значит, математику, математика и цифры, они пришли, Откуда? Подсказка? Правильно, правильно, деточка, правильно, молодец, вот ты, 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 нет, нет, не ты, а вот ты вот там, да, да, вот, 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 да, подними руку, поднимите здесь руку, кто еще знает, они пришли с близнего востока с рабского мира цифры которые вы используете сегодня это арабские цифры римские цифры сегодня такие палочки там да никто уже не использует мало видел на старом циферблате ручек на часах моей выделите моей бабушки царствие небесное да и и более и более скажу значит медицина медицина слова медицина обе цена да и бансина это пришло опять-таки с ближнего востока да и бансина а ведь цена и это великий медик опять-таки наполовину еврейского происхождения арабского происхождения и тут же ипократус ипократ да ну грек то же самое греция ладно допустим это чуть-чуть европа чуть-чуть не до европа на смысл том что все равно это это более восточная часть как по да вот хорошо медицина мы разобрались с математика разобрались плюс еще давайте возьмем бумагу тут то что мы используем бумагу чернила то что вы используете каждый день бумагу я имею в письменном принадлежит не в туалете хотя в туалете наверное тоже потому что древние древние римляне великие древние римляне протирали попку знаете чем губкой на 1 на палке одну на всех вообще снатолики как патрицией так и сенаторы так и плебей плебисцит весь туалет был для всех они ого давайте поаплодируем дим великим и ужасным чистюлям и пуританом во всем мире блять пиздец я когда узнал об этом смотрите видео ним там по ссылочке пройдите меня в описании может быть найдете ли где-то еще там несколько видео чем-то как ходили в туалет древние великие римляне блять пиздец охуеете блять когда узнаете значит вот в баню не ходили снимали никогда чума захватившая на секундочку чума захватившая выкосившая по европу если не всю европу на секундочку остановилась знаете где чума остановилась в польше на границе конкретно с польшей ученые долгое время бились а стену головой чтобы понять почему как будем там какое-то волшебство магия магия просто мыться надо блять чаще ясно они блять ножичком себя соскабливать блять налет и вот эти грязи и лепа как говорится на европейцы блять не мылись это факт это не фармах вонялась мердела поэтому были изобретены духи парфюмы все остальное всякая хрень блять императора там блять во франции мусо два раза блять во время коронации блять и перед уходом из этого мир блин за мира это нормально это нормуль широкополые шляпы те которые мы видим блять в описании книг дюма три мушкетера дартенян три мушкетера фильма были запретены именно с той целью чтобы ты идешь по улицам такого великого парижа тебе на голову могли вылить там ночной горшок блять со всеми так сказать содержимым полушляпа предохраняли под полушляп предохраняли от того что тебе говно просто на голову вылиться от прекрасных дам или их кавалеров вот и все потому что не было системы вот туалетов и сантехники всех этих унитазов беды и прочих все было вот так в таких примитивных достаточно условиях что вранье это тоже чья-то пропаганда советская бред коммунистическую погуглите посмотрите в истории почитайте архивы почитайте летописи почитайте почитайте что-нибудь почитайте образовывайтесь господа европейцы и им сочувствующие далее шага за шагом мы сейчас будем разоблачать все эти фейки и мифы евро интеграции блять во всем мир европейцы блять захватили колонизировали африку вы видели когда-нибудь чтобы государства развивались так чтобы под линеечку блять просто определялись границы нет конечно же нет а в африке это возможно почему да потому что французы британцы там не знаю кто испанцы взяли просто и поделили африку между собой вот так блять потому что а как иначе а что примитивные племена могли противостоять как-то и защитить себя против вот этого варварства против против европейской оккупации против европейской аннексии а ну-ка давайте мы сейчас спишемся за африку господа и скажем вам а ну-ка уберите лапы от африки какого хера пошли колонизировать насаждать свою культуру насильные храните опять христианство свое католическое обращать насиловали там несовершеннолетних девочек мальчиков как обычно это водится у вас и думаете что вы такие герои для героев ли посмотрите на всю историю она написана кровавыми чернилами посмотрите на всю мировую историю написано именно кровавыми чернилами как колонизировали америку европейцы да они на кораблях своих приехали туда с христофором банифаки чем колумбом да и за стекляшки за цветные бусинки за зеркаль за зеркальца какие-то там да и по брякушки дешевый чип они обменивались на золото да а потом насиловали и заражали местных аборигенов своими заболеваниями аборигенки конечно давали свой букет новых не изученных бактерий и вирусов не окрепшим и не имевшим иммунитета европейцам соответственно европейцы конкистадоры и паладины в этом ключе конечно их нужно называть только конкистадорами что было основном испанская корона значит доминировала дохли как мухи от этих заболеваний неизвестных современных на тот момент европейской науки а аборигенки заболевали и тоже умирали от неизвестных вирусов неизвестных может быть бы там вообще была банальная орзе банальника это простуда у них не было иммунитета тоже своего поэтому они тоже естественно приносили либо плохо либо тоже оканчивали свои дни вот в объятиях новых мужчин новых любовников с маленьким беленьким червячком между ног который то и джагаджабой назвать нельзя да уж такое бывает тоже ну что ж вот то есть посмотрите вот на это все без без предрассудков без каких-то обвиняков без каких-то без какой-то предвзятости и поймите что это такое почему сегодня это все замалчивается почему сегодня это все не обсуждается не открывается эти все видео допустим которые я снимали которые мы знакомые друзья снимает они сливаются скручивается просмотры скручивается подписки скручиваются и сливаются кто-то потому что вы задаете вопросом кто владельцы кто владельцы кто их хозяев кто хозяева ютюбов кто хозяева всех этих гуглов и прочее прочее да естественно это не в их интересах это не в их интересах показать и рассказать что великие этруски и трури ароссены дали культуру риму это не в их интересах выставить позитивном свете в ключе позитивном пиаре как сегодня принято говорить россию русских или славян вообще им не принято и не хочется признавать что вене венеды да и которая собственно основали венецию это опять-таки славяне 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 венеды это часть славянской группы как габлогруппа у нас принципе 1 что у венедов что у чехов что у слова как что даже тех же болгар там наполовину перемешанные горные народы что у немцев что у шведов потому что r1 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 a r1 а это вот одна ключевая габлогруппа которая нас объединяет кому-то это естественно не выгодно кому-то не хочется признать это да им хочется обязательно унизить сейчас белого человека оскорбить чтобы белый человек стоял на коленях а русские вы или славяне украинцы белорусы русские не хотели стоять на коленях перед черными африканцами почему это мы стоим перед ними на коленях потому что мы их колонизировали думаю так европейцы а вы почему не стоите а мы просто поставим на колени они хотели стать начну организуем войну или вирусы какие-то закинем или да и тому подобное то есть вот так все это режиссируется вот так это все организовываются и а вы думаете там хорошо так мирно живете мы вам организуем войну сейчас направим друг на друга мы сейчас вас посолим из-за борща кто на самом деле автор кто давайте поднимите кто изобрел борщ чей борщ чей борщ блять чей борщ русский или украинский а крым чей блять давайте возьмем историю откроем и почитаем